Здравствуйте, меня зовут Елизавета и с вами Домашняя Игротека. Сегодня мы с вами научимся играть в одну очень интересную карточную игру, которая называется Ковбойский Экспресс. Давайте я вам покажу, что это за игра. Игра у нас представляет собой вот такие вот карточки. В наборе у нас 55 карточек. Среди них у нас 4 локомотива. Они у нас обозначены цифрами 1. Итак, у нас 4 локомотива. Повторю, все локомотивы у нас с номером 1. А еще у нас есть 46 остальных карточек. Не 46, а 45. И эти карточки, они у нас от 1 до 46 пронумерованы. Не от 1, а от 2. Первый у нас локомотив. В эту игру может играть от 2 до 4 человек. Смотрите, давайте я вам объясню правила. Также у нас есть вот такие вот карточки-памятки. Каждая памятка раздается каждому игроку. То есть, смотрите, для начала у нас каждый игрок, допустим, у нас их 2, получает изначально по одной карточке и по одной памятке. В памятках у нас указана ценность вагонов. Причем она у нас указана как с одной, так и с другой стороны. Смотрите, вот у нас получается каждый игрок получил по памятке и по локомотиву. Оставшаяся колода у нас кладется на стол. Что у нас делают игроки? Игроки по очереди должны вытягивать карточки из колоды. Вот, допустим, я вытянула карточку. У нас каждый вагон имеет свой номер. В данном случае у нас вагон номер 32. Я могу его присоединить к своему локомотиву или не присоединять? Все зависит от вашего желания. Смотрите, надо понимать, что каждый следующий вагон должен быть на цифру больше, чем предыдущий. То есть, если я присоединяю вагон 32 к своему локомотиву, то я могу присоединить 33, 34, 35, 40. Но я уже не могу присоединить, допустим, 30 или 15. Поэтому, допустим, я отказываюсь от этого вагона, потому что он слишком большой для начала игры. Следующий вагон я вытягиваю 30. Тоже не буду брать. Вагоны могут быть как пустые, как я уже показала, так и с кем-нибудь внутри. Вот, смотрите, вот у нас 16 вагон. И в 16 вагоне у нас... Смотрим по памятке, кто это. Это у нас бандит. Что у нас делает бандит? Бандит может выбить любой вагон из локомотива, из состава соперника вашего. Один раз. То есть, вы присоединяете этот вагон к себе, и он может... И тем самым вы можете выбить любой вагон из игрока противника. Допустим, я присоединяю. Но помним, что если я присоединила вагон номер 16, то вагон номер 15, номер 10 я присоединить не могу только больше 16. Вы ходите по очереди. То есть, смотрите, вот я вытянула 16, взяла. Дальше у нас соперник вытянул вагончик номер 2. И он его тоже присоединяет. Игра заканчивается тогда, когда каждый... Точнее, не каждый, а когда один из игроков наберет в своем локомотиве 10 вагончиков. Смотрите, какие еще у нас интересные карточки могут быть? Где еще у нас есть какие-нибудь герои? Вот, смотрите, этот герой, это у нас джентльмен. Сам по себе джентльмен не ценен, но если джентльмену находится пара... Вот, например, у нас леди. Если у вас две этих карточки, неважно, они друг за другом стоят или не друг за другом. Если у вас две эти карточки в составе, то... Смотрим по памятке. За каждую пару леди джентльмен вам дается один дополнительный балл. Если у вас просто локомотив собран из 10, то есть у вас за каждый вагончик просто один балл. Но за каждый ценный вагон вам даются дополнительные баллы. Смотрите, вот у нас вагончик леди и джентльмен. Они дают в сумме, вдвоем они дают, один дополнительный балл. Один за два вагона. Дальше, смотрите, у нас есть вагоны с лошадьми. Так, вот давайте я уберу, чтобы было понятнее. У нас есть вагоны с лошадьми. За каждую лошадь в вагоне у нас дается один балл. То есть если у нас, как в данном в девятом вагоне, у нас одна лошадь, у нас дается один балл дополнительный. То есть один балл за вагон и один дополнительный балл за лошадь. Вот в вагоне номер три у нас две лошади. То есть один балл за вагон и два дополнительных балла за лошадей. То есть за этот вагон вы получите три балла. Но у нас один игрок за лошадей может получить не более пяти дополнительных баллов. То есть если у вас, допустим, один вагон с одной лошадью, один вагон с двумя лошадьми и еще, допустим, один вагон с двумя лошадьми, то вы получаете пять баллов. Если у вас еще один вагон с одной лошадью, вы получаете все равно 5 баллов, несмотря на то, что лошадей у вас 6, потому что не больше 5 баллов на одного игрока. Смотрите, дальше у нас есть карточки, золото и деньги. Вот эта карточка вагон с золотом, вот эта карточка вагон с деньгами. Каждая из этих карточек дает по 3 балла дополнительных в конце игры. Также у нас есть карточка, которая называется шериф. Шериф у нас не дает баллов, но вагоны, которые с шерифом и вагоны, которые вокруг шерифа, то есть вот с этой и с этой стороны, они у нас охраняются. И их, человек, у которого бандит, выбить не может. Соответственно, если у человека попался бандит у вашего соперника, то он, а вы, допустим, у вас вот таким вот образом стоит. Ну вот, сейчас не смотрим на цифры, просто смотрим на сами вагончики. Человек, ваш соперник, если у него бандит, он не может выбить 41-й вагон и 27-й. Но 33-й он уже может выбить, потому что здесь у нас шерифа поблизости нет. И также у нас есть вагон, который называется вагон с индейцем. Вагон с индейцем позволяет вставлять вокруг себя карточки между уже вставленными вагонами. То есть, смотрите, допустим, вот у нас карточка 33-27, допустим. Допустим, вы вытащили карточку 32. Вот, если бы у вас здесь был не индейец, а какой-нибудь, не знаю, 28-й вагон, в котором, допустим, ничего нету. Где у нас 27-й вагон, 28-й точнее, или 30-й, допустим. У нас был 29-й, допустим, здесь вагон, то все, мы дальше можем ставить только там 34. Но поскольку у нас вагон с индейцем, мы можем раздвинуть эти вагоны, уже сложившийся состав, и добавить сюда вагончик номер 32. В принципе, это все правила игры. Вот такую замечательную игру мы с вами сегодня научились играть. Играйте сами, играйте с родителями, и до скорых встреч!